Я, значит, решила устроить себе мини-отпуск. Отправляюсь в небольшое путешествие по городам брахильским. Меня это очень вдохновляет. Меня не вдохновляют какие-то заграничные поездки вот так вот. А сейчас у меня вообще просто нет энергии, ничего не хочется делать. И я решила, что надо поездить по России по матушке, по которой я уже давным-давно не ездила. Хотя ездила собильно каждый год, чуть ли не каждые выходные. Вот приехала на станцию Хлебниково. Хотела с Лопни уехать, но в последний момент передумала. Решила, что надо ехать отсюда. Ещё не такси пришлось ехать. Сейчас буду искать, как добраться. Это жесть, конечно. Там, ну, кассира, конечно же, нет. Пришлось покупать в аппаратах. Мне подошёл дядька просто сзади. Стал тыкать в экран. Помог, в общем, купить мне билет. Но как теперь пробраться на второй путь? Я не знаю, верно ли я направлении, тоже нет. Потому что я здесь ни разу не была. Вот чё, чё, чё? Куда идти? Шо делать? Мама! Мне парень, конечно, подсказал, но я не сразу вообще сообразила. Потому что тут столько разветвлений, что ужас какой-то. О-о-о, вот так вот, так вот, так вот. Это какая-то старая платформа. Блин! Как мне это не нравится! Ну, всё, можно спать спокойно. Вывесили Савёлова. Не знаю, почему на телефоне не видно. В общем, написано Савёлова через 7 минут. Всё. ОМЦДшник поехал. В общем, ну что? Приключения начинаются. И-хо-о-о! Здесь со станцией тоже можно полюбоваться красотой садящегося или взлетающего самолёта. Но, скорее, садящегося взлетают они и в другой стороне. Где бы то ни было, электрички во всём мире одинаковые. Какой же я такая! Лампочка на основе телефона и зарядки. Обратите внимание, здесь батареи не надо заряжаются телефоны в здоровом современных класса Type-C. Везде освещают, просят 20-25 квадратов. Автономно проработает 5-6 часов, имеет три разных режима. Кому интересно, подробнее. Далее, ретро-лампа. Вот такая экзотическая подсветка украдет своё присутствие в дачную веранду, летнюю кухню, в дополнительном субдерево на рыбалке. Автономно проработает 10-12 часов. Подсорядка телефонный штурм класса Type-C, плюс беспроводная версия. Поезд дальше не идёт. Просьба выйти из вагонов. При выходе из поезда не забывайте свои вещи. Судя по всему, выход в эту горододеревню сюда. Это, вероятно, тоже. Господи, какой ужас. Я начинаю паниковать. Потому что мне нужно найти кассы и вообще что-то, 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 что-то нужно найти мне. Давно я такого не видела. Как полоную женщину. А вот как бы то не успела я приехать, а вот он уже красота какая. Несмотря на весь ужас окружающий её. Вот здесь кассы. Ура! Мне подсказали, так что мне уже немножко спокойнее. Всё-таки кассы где-то работают. Вопрос где-то, конечно, очень интересно, потому что здесь идёт ремонт полным ходом. Куда? Для хермунхерати. Неожиданно. Он как бы реновышен зато. Мне сказали, что вот один из этих автобусов должен быть мой. 285-й. Он идёт до какого-то Приволожского и довезёт меня до Белого городка. Я решила, что мне туда надо сначала ехать, потому что если я поменяю маршрут, как изначально хотела, то мне придётся ночевать на улице. Там одна единственная гостиница, и та забронирована полностью. Впрочем, как и во многих других местах, таких как Калязин, в который я тоже собираюсь. А вот, ждём 85-й. Короче, вот сыны не там. Я не знаю, проезжал ещё какой-то 285-й. Я его махнула рукой на меня, посмотрела как на кусок херота. Я такая, ну ладно, хрен с ним. Всё-таки по расписанию в 31 минуту. Мало ли, может он... Ну, я не знаю, что это было. Короче, он не остановился. Я продолжаю ждать. Вроде как у меня осталось минут 5-6. Надеюсь, что в этот раз я ничего не пропущу и сяду в нормальный автобус. Наконец доеду до этого Белого городка. Я уже забронировала гостиницу, нашла недорогую. Забыла, как она называется. Неважно, я уже забронировала по телефону. Полторы, по-моему, тысячи. Ну, она говорит, она типа бюджетный вариант. Но не за 3 тысячи же в каких-то кикиморах мне останавливаться. Я надеюсь, что я доберусь, потому что полдня просто впустую. Просто ни о чём. Да, кстати, был вариант, что сделать. Взять такси за 700 чем-то. Но, блин, я в Москве заплатила за 4 километра 500 рублей. Короче, мне уже стало жалко, хотя здесь расстояние гораздо больше. И 700 чем-то. Поэтому, что я буду делать? Я буду ждать автобуса. Ну, я уже его и так давным-давно жду. Опять не мой. Но автобусы постоянно ходят. И ещё! Здесь есть крутое приложение. Называется Волга. Так что будете здесь, знайте. Сразу прям скачиваете. Очень удобно показывает все маршруты. Вернее, автобусы. Можно простроить маршрут. И вообще, даже по этому приложению можно оплачивать. Рекомендую, мне дядюшка подсказал, который на остановке увидел мой испуганный взгляд, который всё чего-то искал. Жила, наконец-то, я села. Пока стояла, я придумала, что мне делать завтра. Супер же. Иногда просто сходишь с ума от того, каких приходится людей встречать. Сейчас спрашиваю, говорю, а мне вот обратно, чтобы до Кемера добраться. Я не знаю, как правильно просклонять название города Кемры. Я спрашиваю, обратно отсюда ехать. Он такой, ну, куда-то отвернулся. Я говорю, экскуссми, я с вами разговариваю. Он такой, я сказал да. Я такая, блин, ну, понятно, спасибо большое, очень приятно. Вы, конечно, лучший человек на свете. Я, конечно, в штоке с таких людёв. Я потому что устал. Вот такая, вот такая. Красота здесь, в этом удивительном посёлке городского типа, так называемом ПГТ. Его ещё называют дачным посёлком. Здесь градостроительное предприятие. Это судоверфь. Ну, вообще, мне нравится здесь. Тротуарная плитка, местная реклама. Очень красиво, кстати, очень интересно. Ладно, бежим до основной достопримечательности около полутора километров.